Доброе утро! Делиться своими впечатлениями можно в нашем телеграм-канале. Наводите экран мобильного телефона и переходите по ссылке. А мы прямо сейчас удивим вас яркими танцами. Смотрим наш следующий сюжет. Паттайя, она же Таисия Попова, на брейк-площадке смотрится необычно. Движения, вращения элементы выполняют четко, пластично, ярко, да так, что только косы развиваются. На 10-м фестивале современного танца реакция девочек-единицы. Но Таисию это не смущает. К участию упорно готовилось два года. Сначала у меня разминка, потом я прогоняю все выходы свои, а потом уже начинаю силовые элементы делать. У меня сначала разминка, потом я делаю пауэр-муф, это всякие кручения, потом я делаю выход, ну и подкачка. Вместе с партнером Кириллом заняли второе место в своей возрастной группе. Борьба была не шуточная. Все соперники сильны не по годам, говорят организаторы. Но победа здесь не главное. Взаимоуважение и дружба гораздо важнее. Главное, в первую очередь, уважение. Peace, love, unity and heaven fun, как говорят иностранцы. Это мир, любовь, союз и безудержное веселье. То есть на баттле это соперники, в жизни могут быть друзьями, потому что на баттле кто-то сильнее, кто-то слабее. В данный момент, здесь, сейчас. Но тем не менее, культура развивается. И в первую очередь, она строится на уважение. Здесь вызов друг другу и соперничество – это часть танца. Каждый баттл – абсолютный экспромт. Погружение в музыку, творчество, демонстрация владения своим телом. Это творчество, в первую очередь. Для нас это остается танцем. И всегда было танцем, это часть хип-хоп-культуры. Безусловно, сейчас есть спортивная история, брейкс Олимпийский минус спорта. Ну, как к этому относиться? Конечно же, это новый виток развития, я считаю. Сначала это воспринималось все в штыки. Но, тем не менее, если, грубо говоря, те люди, которые в культуре давно, пионеры культуры и поддерживают эту культуру, в принципе, почему нет? Это некая другая стезя, и дети могут получать разряды и развиваться. Но фестиваль «Реакция» поддерживает именно культурную больше историю. И эта история обязательно будет продолжаться. Во время ограничений в прошлом году провести фестиваль не удалось. Зато нынче все наверстали. Энергия в зале Дома культуры поселка Горки-10 просто зашкаливала. Заряд бодрости, позитива и хорошего настроения получили и участники, и зрители. Следующего фестиваля все будут ждать с огромным нетерпением. Танцы и полезные мероприятия. Осенью много времени, чтобы заняться чем-то позитивным. Уверен, у наших телезрителей тоже есть интересные занятия. А мы прямо сейчас это и узнаем. Смотрим рубрику «Про опрос». Всем привет! Это рубрика «Про опрос». Наступает осень, и у людей появляется плохое настроение. Возникает вопрос, откуда же появляется хорошее настроение и откуда черпать вдохновение. Например, это могут быть листья или прогулка в парке. Давайте узнаем у наших жителей, как они вдохновляются. Осень. Осень – прекрасная пора. Мы с семьей очень любим гулять в парке, за грибами ездить. У нас в городе проходит очень много мероприятий, посвященных осенью. И у меня еще сын учится в школе. Очень много мероприятий проходит. Вы знаете, как интересно. Осень – тоже прекрасная пора. Во-первых, люблю теплоходы, путешествовать, потому что золотая осень. А второе – это шопинг. Почему шопинг? Это он так сильно расслабляет? Нет, наоборот, хочется что-то яркое покупать. Что-то яркое. Да. Летом вот не так. А вот осенью хочется уделить себе больше времени. Потому что серости хочется какой-то вот такой яркости. Да, да. Именно яркие цвета рассматриваем осенью. Ну, осенью меня вдохновляет все-таки листья. Гулять по парку, по осеннему парку. Допустим, шуршать листвой, ходить по ней. Я люблю очень тоже с ребенком собирать листья. Вот как в детстве, когда их кидаешь, и они летят во все стороны. Ну, смотреть на небо осенья. Особенно, когда эта погода хорошая, когда нет дождей. Ну, вот так, в принципе. А если идет дождь? Тут осенью идет дождь. Что делать дома? Тогда, конечно, лучше сидеть возле окна или на балконе и пить чай или кофе под пледом. Вот это самое идеальное. Ой, осенью я вдохновляюсь спортом. Очень люблю пробежки по утрам. В эту погоду очень приятно бегать. Мне жарко. Комфортная погода. Многие клиенты со мной бегают по утрам. И заряжаемся энергией на целый день. Ранняя осень. Прекрасная пора. Поездками на дачу, отдыхом на природе, прогулками по лесу. У меня собака большая, поэтому мы гуляем все часа по два, по три. Я беру ее, и мы идем в парк, в лесополосу куда-нибудь. Ну, вот два часа гуляем на свежем воздухе. Очень хорошо, очень прекрасно. А если, например, дождь на улице, что вы делаете? Ну, поскольку собаке дождь не помеха, одеваешь сверху дождевичок. И идешь гулять, куда деваться. Осенью хочется уже ходить в спортзал и там вдохновление получать. То есть такой заряд бодрости. Заряд бодрости и энергии, совершенно верно. А еще, помимо спортзала, может быть, музыка или искусство какого-нибудь? Ну, театр. Самые свежие идеи рождаются с утра. Сегодня замечательный праздник. Это день кадрового работника. И начальство отмечает лучших сотрудников отдела кадров почетными грамотами, благодарностями и памятными подарками. Не забудьте поздравить своих коллег. С радостью поздравляем. А еще сегодня праздник шоколадных сюрпризов. То есть можно порадовать своих близких или друзей небольшой коробочкой конфет. Надеюсь, Руслан, ты мне приготовил сладкий подарок. Катя, я приготовил тебе сюрприз, но он немного другого рода. И я думаю, что ты подозреваешь, о чем идет речь. Кажется, я догадываюсь, о чем ты. И смотрим следующий сюжет. Субтитры сделал DimaTorzok У нас в студии российская актриса театра и кино, хореограф Дарья Сагалова. Дарья, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Дарья. Расскажите, пожалуйста, как началась ваша карьера на телевидении? Ну, такой достаточно часто задаваемый вопрос. Карьера моя начиналась не с телевидения, а с театра. Когда я, даже если еще раньше начать, она начиналась с хореографии. Когда я еще, будучи маленькой девочкой, занималась танцами в хореографическом коллективе. И вот, когда мы стали старше, начали ездить на всевозможные фестивали, кинофестивали. Тогда еще был жив Олег Янковский, Маргий Горьевич Руденштейн. Были фестивали такие, как Кинотавр, Золотой Овен, Великий Любви и так далее. И мы там, маленькие девочки, вручали цветочки, где-то что-то немножко танцевали. И вот однажды, в 11 классе я тогда училась, увидел меня директор театра киноактера тоже на тот момент, Олег Михайлович Бутахин. Они ставили «Золушку». Я беленькая такая, 16-17-летний одуванчик. Вот, ну и он пригласил меня в театр. Естественно, я не могла туда не пойти. Поставили мы «Золушку», поставили мы там еще несколько спектаклей. Еще «Кунчики», ну детские, конечно, были вначале. И в этот театр пришел режиссер, он снимал «Полный метр». Это большая разница между сериалами и коротким метром, например. Это такое большое, серьезное кино с советскими народными артистами. Это последняя роль Спартака Мишулина, Галины Польских, Конки. Ну там много-много, целая плеяда была этих артистов. И там тоже была роль 17-летней дочки. И вот они меня утвердили. И, соответственно, первые мои учителя были вот эти народные артисты. Ну а потом потихонечку, потихонечку. Потом я пришла уже в театр после съемок к своим ребятам, к артистам. Я говорю, а как вообще у вас-то все это принято? Как вы дальше снимаетесь в кино? Ну а то они мне рассказали, что есть Мосфильм, есть там студия Горького, есть там много-много разных агентств каких-то, что только не было. Ну и все, и потихонечку-потихонечку как-то вот стали приглашать на пробы, на кастинги. Ну и вот закружилась, завертелась. Я не помню даже, каким образом. У меня там один из первых сериалов был не в России. Я очень много работала в Киеве, на Украине. Вот. И я вот не помню, как они меня нашли. Но я вот помню, прям вот это были такие... У меня до сих пор этот город ассоциируется там, ну так скажем, не прям с детством, но прям вот совсем с какой-то юностью, наверное. Это здорово. Достаточно богатая на события история. Да, у меня в принципе, да, да. Расскажите, пожалуйста, я же знаю, что вы сейчас играете в театре. Я служу, но я в декретном отпуске. И я в декретном отпуске уже достаточно давно. И никак вот все из него не выйду. Вот. Даже был момент уже, я хотела уволиться, потому что, ну, вроде как мне не очень удобно. Ну, вроде так я давно уже, и сейчас нет ни одного названия. Вот. Но мне не отпустили. Сказали, что даем тебе еще шанс до следующего вот сезона. То есть вот у меня типа крайний сезон свободный. Вот. Но взяла я сейчас один спектакль. Все-таки очень люблю театр антрепризный. Вот. Очень-очень классный будет спектакль. Не хочу пока ничего говорить, но он такой вот не совсем привычный, что ли, для зрителя. Не совсем привычный для антреприза, потому что обычно это такая легкая комедия, такая, скажем, незамысловатая, без там особых замыслов и так далее. То есть люди приходят отдыхать здесь же, нет все-таки. Ну, я так, я люблю творчество, я люблю покопаться, такое вот, ну, вот, мясо такое вот, да, в кавычках. Вот. И вот этот спектакль как раз там про Станиславского, про Чехова, про становление этой системы чеховской. Там, ну, короче, вам будет неинтересно слушать мою лекцию. В общем, да. В общем, лучше увидеть вживую, я думаю. Ну, естественно, как только мы выпустим его, я обязательно сообщу и приглашу вас на премьер. Спасибо. Дарья, вы такой творческий человек, а вот чем вы вдохновляетесь и где ищете свою музу? Вдохновляюсь я детьми, вдохновляюсь я, наверное, семьей, вот, в основном. И вообще это главный, наверное, мотиватор. Вообще, ну, я не знаю, может быть, я сейчас буду рассуждать как бабка. Я в некотором роде такая есть. И те, кто со мной часто работают, даже называют меня баб Даша. Потому что у меня такие старые, может быть, несовременные взгляды и ценности. Я вообще считаю, что мотиватор главный по жизни на все, что мы делаем, неважно, какая у тебя профессия, это любовь. Если тебе нравится, если ты любишь, ты любишь жить, тебе интересно это, и у тебя любая твоя профессия классно получается. А любовь ты черпать можешь, ну, на мой взгляд, из семьи, из своих детей, из там мужа, родителей. Ну, а дальше уже пошли друзья, дальше красота, дальше природа. Вот, ну, мне кажется, что вот самое главное – это научиться любить вообще вот все, что ты видишь вокруг себя. Ну, да, любовь – это достаточно вообще сильная такая энергия. Это главный мотиватор, да, и главный, да, источник энергии, наверное. Дарья, а расскажите про школу хореографии. Школа, да, у меня есть школа танцев, значит, основана она в 2009 году. Я как баба Даша вам сейчас все расскажу, свиночек. Вот, ну, то есть, да, ей уже много лет, у нас два филиала всего лишь. Это сознательный мой выбор. Один в Москве, один в Подольске. Очень много просят там франшизы, просили, сейчас просят. Я выбираю как бы этот путь не количества, а качества. И это моя душа абсолютная. И это как раз продолжение меня стопроцентное. То есть, туда можно прийти, это увидеть, можно прийти на наш сольный концерт, это увидеть, где-то, допустим, посмотреть просто какие-то наши номера. Мне кажется, все становится понятно, потому что главная идея этой школы, ну, не коммерческая, это понятно всем, это идеология. Это целое поколение, которые у нас уже там выросли, поженились, привели своих детей. Уже у меня, я учу детей своих учеников. То есть, да, даже вот такое у меня есть. И главная моя задача, мне кажется, это в детях вот именно раскрывать им крылья и давать им веру в себя, что они могут. Они там, несмотря на то, что они там не занимаются в Большом театре, в Ваганском училище, они не профессионалы, они не так давно занимаются, но они могут, вот если они сильно хотят, они могут оказаться в Кремле, в Крокусе, там, ну, в Вегасе, Олимпийском, когда я раньше работал. То есть на всех лучших площадках они и оказываются, вот. И когда они просто стоят на сцене, и им аплодирует зал, и я всегда прошу, особенно малышей, родителей, чтобы они всегда приходили с цветами. Не мне. Я им все время говорю, говорю, не надо мне дарить цветы. Да, понятно, это приятно, понятно, что там хочется. Принесите цветы своему артисту. Это, ну, это не поймет, наверное, никто, кроме артиста, как это важно, когда вот тебя признали, и тебе вот, да, все, вот этот цветок, это как бы пятерка в школе, что ли, или я не знаю, там, все что угодно. Такое вот поощрение для ребенка. И при всех признание, что я молодец. Представляете, это какая уверенность? То есть у меня, мне очень важно слушать мнение детей. То есть мы даже номера ставим, допустим, вот все группы знают, что там один, два, три номера в зависимости от группы, насколько она продвинутая, не продвинутая, да. Но я всегда, допустим, говорю, ребят, вот один номер мы ставим для меня, ну, чтобы мы с вами участвовали в мероприятиях, там, еще что-то. А второй номер, что вы хотите, чтобы мы вам поставили? Какую музыку вы сейчас слушаете? Кто у вашей кумиры? Что вы смотрите? Какие движения? Или иногда я им разрешаю прийти и показать там то, что вот сейчас детям модно вот эти все шорсы, там, еще что-то, да. И вот они показывают. И у меня каждый ребенок – это личность. То есть вот то, что дальше хореография, это все второстепенно, вот эта физика и так далее. Мне кажется, вообще в ребенке не это главное. Понятно, что когда ребенок занимается, ну, систематично, да, любым видом спорта, он, естественно, чем больше он им занимается, тем больших успехов он достигает. Это все логично. Но тут не это важно. На мой взгляд, что тут важнее ребенка воспитывать как свободную личность и смелую личность, чтобы он не боялся мечтать, как многих нас, да, воспитывать, чтобы почему ты решил, что ты вдруг можешь стать актрисой. Мне задавали такие вопросы. У тебя что, мама актриса, папа актер, да? Что? С чего ты взяла, что ты вдруг можешь стать актрисой? А я вот просто хочу. И я боялась, я помню свое состояние, когда я очень всегда хотела, но я даже боялась рассказать об этом людям, потому что, ну, они бы просто посмеялись надо мной, сказали бы, что это вообще невозможно. Есть два пути, о котором все знают, да, это либо деньги, либо второй путь, ну, как бы не будем с утра о нем разговаривать. Вот. А оказалось, что нет, оказывается, есть третий. Это желание, труд и вот такая вот мотивация, и вера в себя. И я вот сейчас вот именно это передаю своим детям. Не только родным, но и ученикам. Ну, это здорово. Тут же еще присутствует такой элемент, что дети чувствуют себя именно творцами, участниками процесса. Конечно. Им это интересно, в первую очередь. Конечно. Мало того, у нас, допустим, приходят новенькие, да, и, ну, так или иначе, периодически возникают какие-то технические вопросы. Да, у меня есть, конечно, там, свой кабинет. И я им там иногда, ну, выхожу в зал и говорю, там, там, Маша, Валя, там, и Оля, после урока зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет. И новенькие дети, первый раз, они просто сине-зеленого, как будто, ну, их же директор. Да, выживает. В школы вызвал в кабинет директора. Боже. Те, кто уже немножечко, ну, как бы, я сразу объясняю, что в нашей школе в кабинет директора могут вызвать только по хорошему поводу, там, либо примерять костюмы, либо у нас какой-то вопрос. Даже если технический вопрос к родителям, там, неважно, к чему, но тебя никогда здесь не будут ругать. Вот никогда. Даже когда бывают ситуации, понятно, там, есть и подростки, и бывают разные бывали ситуации, ну, между детьми, с педагогами, ну, сложный возраст. Но это всегда разговор. То есть, да, мы уходим, мы собираемся в кабинете, и это всегда разговор. И у меня не было вот, вот могу прям честно сказать, что вот за сколько, 2009 год сегодня какой? 2022. Это сколько, 13 лет нам уже? Не было вот за 13 лет у нас ни разу неразрешенной ситуации, или чтобы дети меня не услышали и не поняли, чтобы мы полюбовно с ними не решили вопрос. Любой. И уроки мы помогали учить, и с мальчиками мы по мальчикам плакали, и по девочкам мы плакали, и дружили, и не дружили. И мамы ко мне периодически приходят, там, Даша, она не хочет учиться, поговори с ней. И я сама начинаю говорить, что если вот мама, действительно, у тебя вот сейчас будут там плохие отметки, ну, я не могу тебя принять. Ты не можешь тут заниматься. Тебе надо будет сначала исправить. То есть я им всем говорю, что прежде всего там твои... Ну, такие вот ценности, в принципе, простые. В общем, жизнь у вас кипит. Жизнь у меня кипит, да. А вот вы еще и многодетная мама. Да. Расскажите, пожалуйста, как вам удается совмещать и карьеру, и семью? Ну, если быть откровенным, то, наверное, никак. Я, наверное, даже готова сказать, что я больше даже сделала выбор в пользу семьи. Нет, я не делаю себе сейчас карьеру актрисы, и уже достаточно давно это сознательный мой выбор. Я работаю очень немножко вот в сфере там актерской какой-то, медийной, абсолютно немного, чтобы это не вредило моей семье. То есть это главнее для меня, это важнее для меня. Да, да. То есть вряд ли я стану, знаете, номер один какой-то суперизвестной актрисой сейчас, о которой из каждого утюга... Ну, вот у нас периодически эти фамилии меняются, сначала об одном, о другом. Эти пять человек, потом вот эти пять человек. И вот из каждого утюга они там везде на всех мероприятиях, в рекламах, везде они там... Нет, это не я, это точно не я, нет. Зато это сознательный выбор. Абсолютно. Это здорово вообще. И мне кажется, редко кто может такой выбор сделать. И это достаточно тяжело, на самом деле, было первое время, когда... Ну, сценарии же постоянно присылают, там, в театр постоянно приглашают, что-то еще. И было очень сложно отказываться. Но сначала меня смущало то, что уже есть там, да, дети, они девочки, они должны воспитываться в определенных моральных принципах, даже не как мальчики. И тот контент, который сегодня снимается у нас, он зачастую не укладывается у меня в голове, я бы даже так сказала, там, многие сцены какие-то, да, там, я понимаю с точки зрения продюсера, маркетинг, рекламу и так далее, но с точки зрения творчества, оно, на мой взгляд, абсолютно никак не оправдано. И, соответственно, я сначала понимаю, что когда-то это увидят мои дети, да, и зададут мне какие-то вопросы, и когда я говорю одно, а на экране делаю другое, я не могу рассказать, что... А это моя работа. Ну, вот нет. Честь, она вот, она есть. Либо она есть, либо ее нету. Вот, поэтому сначала было тяжело, а потом я как-то привыкла. Сейчас уже я абсолютно спокойно нет. Ну, как бы, вот, ну, нет. Ну, или да, но в другую сторону, в сторону семьи. Нет, я в плане, да, я относительно работы, конечно, да. Сейчас уже совсем несложно отказывать. Дарья, я знаю, что вы живете в Одинцовском округе. Да. Скажите, что вам больше всего нравится здесь? В Одинцовском округе, ну, наверное, наши леса, то, что там, грубо говоря, пять-семь километров от МКАДР ты проезжаешь и попадаешь абсолютно в другую реальность. И все, кто ко мне приезжает в гости, особенно мы еще живем в деревне, в лесу, прям просто. И все ко мне приезжают и говорят, боже, как, в смысле грибы, в смысле тут, тут есть грибы? Я говорю, да, пойдем, а ягоды тут какие? А какие белки, посмотри, бегают? А какие там площадки? А какие, ну, вот, ну, естественно. Может быть, понятно, что каждый хвалит свою, да, но, да, это мой дом. Конечно, я его люблю. Дарья, а теперь наша любимая рубрика «Блиц-опрос». Ой, боже мой, это что-то умное? Ну, скорее, может быть, немножко личное, просто чуть-чуть. А, да? Да. Я на личный вопрос тоже не даю ответа. Давайте попробуем. Давайте. Ваш идеальный вечер это? Вечер в теплой погоде возле моря в кругу семьи. Вас когда-нибудь кто-нибудь разыгрывал? Конечно, постоянно. Любимое время года? Лето. Что вас больше всего мотивирует по утрам, когда не хочется вставать? Ну, ответственность, наверное, и чувство вины перед детьми. Ответственность замечательное чувство. Да, да, но очень часто не хочется по утрам вставать, да, особенно когда дождик идет, холодно. Особенно сейчас, когда осень. Особенно после лета, да, весной это проще уже, когда после зимы, а после лета совсем прям тяжело. Дарья, спасибо огромное, что провели это утро вместе с нами. Спасибо. Была очень интересная беседа, много чего рассказали, в том числе и про некоторые планы на будущее, про тот спектакль, про который вы рассказывали. Будем ждать ее с нетерпением. Желаем вам творческих успехов, чтобы все у вас в жизни было хорошо и хорошего дня. Желаю тоже много-много зрителей. Спасибо. А с вами мы увидимся через несколько секунд. Самое чудесное в утре – это прекрасный завтрак за чашечкой кофе или чая. Это верно. А самое главное – посмотреть полезные советы от нашего эксперта в рубрике «Про здоровье». Добрый день, дорогие телезрители. Сегодня я хочу вам рассказать про одну полезную и интересную процедуру, которую можно внести в свои утренние практики. Эта процедура называется гандуша. Или по-русски – полоскание рта маслом. Эта процедура пришла к нам из Индии. Согласно Аюрведе, все жирорастворимые токсины скапливаются в полости рта. И именно масло обладает уникальным свойством их выведения. Для процедуры используется кокосовое, кунжутное, льняное или оливковое масло. Процедура проводится утром натощак до чистки зубов, то есть когда вы встали с кровати. Вы набираете в рот примерно столовую ложку масла и полоскаете ее во рту. Вот такими вот примерно движениями. Продолжительность процедуры минимально 3 минуты, но в идеале лучше делать минут 10-15. Каких эффектов помогает нам достичь процедура полоскания рта? Во-первых, это укрепление десен и зубов. Благодаря процедуре укрепляются десна, снимается зубной налет, улучшается микробиота. Также это отличная профилактика и снижение симптомов парадонтоза. Профилактика воспалительных заболеваний – полость рта и носоглотки. Здесь мы работаем с воспалительными заболеваниями, такими как конзелит, как синусит, как фарингит или постоматит. Практика также помогает освежить ваше дыхание. Кроме того, полоская рот маслом, мы воздействуем на весь наш желудочно-кишечный тракт в целом, так как он начинается именно с ротовой полости. Я больше всего люблю использовать кокосовое масло, потому что кокосовое масло обладает мощным противовоспалительным, антибактериальным, противогрибковым действием. Также мы можем добавить эфирные масла, например, чайное дерево или копаеву. Они отлично дополняют кокосовое масло, так как в свою очередь обладают мощными антибактериальными и противогрибковыми свойствами, а также способностью повышать местный иммунитет. Делайте эту процедуру каждый день на регулярной основе, и вы получите первые результаты уже очень скоро. Хорошего всем дня и будьте здоровы! Сколько новых идей осень по-настоящему вдохновляет! А нас вдохновляют наши телезрители. И предлагаю посмотреть секреты красоты от нашего эксперта в рубрике «Про бьюти». Всем привет! С вами я, Ксюша Антонова. И вы смотрите «Про бьюти». Наша сегодняшняя тема – афрокудри. Вот уже несколько лет очень ярко себя ведет тренд прически афрокудри, укладка которой длится от трех до четырех недель. Это невозможно, скажете вы? Возможно. Секрет этих укладок в том, что она делается способом вплетания искусственных волос в ваши собственные. Это достаточно сложная техника, но это так красиво! Сначала из ваших волос заплетаются мелкие косички по форме головы. Это станет каркасом для будущей прически. Далее в заплетенные специальным крючком для вязания афропричесок внедряются искусственные волосы прядь за прядью. На создание такой прически может уйти до четырех часов, но поверьте, это того стоит. Для такой прически можно выбрать любой цвет. Например, если вы брюнетка, но не готовы стать блондинкой навсегда, уникальный шанс с этой прической стать блондинкой на месяц, не окрашивая свои собственные волосы. Просто мастер заплетает вам прическу из оттенка блонд. На сегодня это все. Вы смотрели «Про бьюти» с Ксюшей Антоновой. Желаю вам приятного дня! Отличное утро! Столько всего интересного! Физическая активность тоже важна, поэтому прямо сейчас смотрим рубрику «Про спорт». Здравствуйте, зрители! Сегодня мы качаем спину. Вот наш тренажер для спины. Показываю, как это все дело делается. Спина в нашей жизни обязательно нужна. Не будет спины, то есть здоровья тоже не будет. Заходим. Пока делаем все без веса. Обязательно руки одинаковый уровень. Можно немножко так, но чтобы наравне было. И начинаем качать. Работает очень хорошо спина. Несколько повторений сделали. Разогрелись. Потом прибавляем немножко вес. Также здесь работают приводящие мышцы, бицепс и трицепс. А сейчас мы разберем второй тренажер для спины. То же самое. Руки выставляем на уровне, чтобы руки были ровные. Начинаем делать. Вешаем себе небольшой вес. И пробуем. Разогреваемся. Раз. На выдохе. Два. Три. Также здесь работает бицепс. Помимо спины. Четыре. Пять. Шесть. Сделали. И потом уже потихонечку начинаем прибавлять веса. Небольшие. Спина. Наши все. Дорогие зрители. Занимайтесь спортом. Обязательно. После физической нагрузки самое время придумать что-то увлекательное. Точно. И поможет нам с вами в этом наша мастерица Полина Бахова в рубрике про творчество. Очень популярны сумки-авоськи. Их можно либо вязать крючком из хлопчатобумажных нитей, а можно плести с помощью узелков и техники макраме. Чем мы сейчас и займемся. Для того, чтобы сплести сумку-авоську, необходимы различные виды веревок. Я взяла хлопчатобумажные. Они есть готовые. Можно сделать их самим. Можно купить обычные веревки и плести из них. Получится тоже очень красиво. Итак, мы заготовили веревки длиной 3 метра. Всего их нам нужно 24 штуки. Если сумочку мы хотим сделать больше, то, конечно, веревочки мы отрезаем длиннее. И количество их тоже, соответственно, делаем больше. Распределяем наши веревочки на специально подготовленную вот такую конструкцию. Это должна быть обязательно съемная палочка. Потому что после плетения мы должны будем нашу сумочку с нее снять. Распределяем веревочки по 4 штучки. И будем работать мы именно четырьмя веревками. Узелки, которые мы используем для плетения этой сумки, называются квадратный узел. Для него мы берем 2 веревки, которые находятся с краю. И посредине оставляем еще 2. И рабочие у нас получаются крайние веревки. Оплетаем центральные веревочки. С одной стороны оплели. И точно таким же узелком вокруг двух центральных веревочек мы оплетаем с другой стороны. Затягиваем. И получается у нас вот такой вот аккуратный квадратный узел. Сделали узелочек на одних четырех веревочках. И дальше точно таким же способом оплетаем все остальные. С одной стороны и с другой стороны. Здесь я уже попробовала плести такие же узелочки. Теперь нам, чтобы сумочка была со всех сторон закрытая, мы берем 4 веревочки. Во-первых, нужно сместить узелки, которые мы уже сделали, наверх. Это получается у нас низ нашей сумочки. И делаем, закрепляем боковые узелки. Берем 2 веревочки с одной стороны и 2 веревочки с другой стороны. И плетем узел уже из них. Это будут как бы стеночки нашей сумки. Узелки точно такие же. Делаем их через равное расстояние каждый раз. Равномерно делаем их рядами. С одной стороны. Теперь берем 2 освободившиеся веревочки отсюда и из другого узелка. И также скрепляем их квадратным узлом. С одной стороны. И с другой стороны. И таким же способом продолжаем распределять узелки равномерно через равное расстояние по всем нашим заготовленным веревкам. Расстояние мы выбираем сами. От этого будет зависеть рыхлость нашей сумочки. Но, как правило, сумки-авоськи используются для чего-то крупного. Туда можно ложить даже обычную женскую, дамскую сумочку. И носить ее в сумке-авоськи. Это сейчас очень модно. Так, мы доходим до края нашей сумочки. И опять делаем боковушку с помощью двух веревочек. Но с разных сторон. Главное не перепутать. И распределить их поровну. Иначе узел у нас не получится. С одной стороны закрепляем и с другой стороны. Так, одна сторона нашей сумочки. Уже получается видна. Точно таким же способом мы закрепляем узелки с другой стороны. Прокладываем ровный ряд. Берем две веревочки. С одной стороны и с другой. Завязываем узлы. Очень красивые сумки получаются при плетении, например, из джутовых нитей. Заканчиваем еще один ряд. Теперь, когда мы обвязали по кругу, по одному рядочку, мы берем снова в шахматном порядке две нити с одной стороны и две нити с другой стороны. И снова связываем их таким же узлом. Мы сделаем расстояние побольше, чтобы процесс завершить побыстрее. Но если делать эти узлы чаще, соответственно, дырочки будут меньше, сумка будет более практичная. И по кругу продолжаем. Не забывая делать боковые узлы. Вот, мы завершили наш последний ряд. То есть плетется она по кругу. И теперь нам осталось сделать ручки. Ручки у сумки авоськи немаловажная часть, потому что здесь очень важно закрепить крепко нити, чтобы сумка не распалась, если в нее положить что-то тяжелое. Мы распределяем равномерно нити с одной стороны и с другой стороны. Сначала на две части. Их можно проплетать дальше ручки, но мы сделаем наиболее простой вариант. Так, вот с одной стороны у нас одинаковое количество нитей и с другой стороны. Так, и теперь еще эти нити делим еще напополам. Распределяем нужную длину, соединяем между собой. И лучше здесь закрепить скотчем для начала. А потом мы уже обмотаем ручку веревкой. Соединяем. Возьмем примерно вот такую вот длину. Так. И закрепляем между собой скотчем. Это у нас получается одна ручка. Так. И вторую ручку точно так же. Берем оставшиеся веревки. Разделяем на две части. Соединяем между собой. Выравнивая по нашей первой ручке, чтобы они были одинаковой длины. И закрепляем. Оставшиеся веревочки можно либо подрезать потом, либо спрятать крючком вовнутрь. Так. Чтобы нам закрепить ручку, нужно взять веревочку другого цвета. Сложить ее вдвое, сделать петельку. И придерживая рукой, вот так вот ее расположить. Теперь начинаем обмотку. Нитка в цвет нашей сумочки. Закрепляем кончик. Петля должна быть расположена с противоположной стороны. Наш кончик мы закрепляем прямо этой же нитью. Равномерно прокладываем слои. Спрячем скотч. Получается у нас форма плотной ручки. И теперь, когда мы подходим к завершению, чтобы закрепить наш второй кончик, и ручка не распустилась, нам и нужна наша петля нитью другого цвета. Мы вдеваем в петлю и за другие края протягиваем. Вот. Для этого нужна была дополнительная нить, обязательно другого цвета, чтобы мы смогли ее вытянуть потом из других. И закрепить кончик. Теперь сумочка не распадется. Ручка закреплена. И теперь сумочку можно снять. Лишние края можно подрезать, как я уже говорила. Можно оставить, можно заплести еще и из них какие-то косы или узлы, красиво украсить. А можно спрятать концы в саму ручку. Для этого нужно использовать крючок. И наша сумка-авоська готова к использованию. Так много всего полезного от этого утра у наших телезрителей станет еще более ярким и насыщенным. Отлично! А прямо сейчас я предлагаю отправиться на увлекательную экскурсию в мир цветов. И проведет ее нам наш эксперт в рубрике про цветы. Доброе утро! С вами Елена Золотарева. И сегодня поговорим об уходе с букетом в домашних условиях. Обязательно его распакуйте. Снимите упаковку, прежде чем поставить его в воду. Таким образом букет у вас не задохнется. Всегда срезаем узел срезки на самой упаковке. Их достаточно много, так как флорист всегда старается, чтобы упаковка держалась крепко и цветы никогда не повредились. Упаковка для букета нужна в основном для красоты и для транспортировки. Но дома вам эта упаковка совершенно ни к чему. Если вы хотите, чтобы букет стоял дольше, всегда снимайте ее. Не развязывайте узел связки букета, так как флорист вам создавал композицию. Если вы его развяжете, то получится сборная солянка. Всегда подрежьте букет под 45 градусов. Налейте больше половины холодной воды. Если вы увидите какие-то листочки, обязательно оборвите, чтобы они не попали в воду. Обязательно добавьте сюда хлорочки либо доместоса, для того, чтобы цветы стояли дольше. Обязательно меняйте воду каждый день и обязательно делайте срез. Никогда не ставьте цветы на прямые солнечные лучи. Никогда не ставьте цветы возле батареи. Никогда не ставьте цветы под кондиционером или на сквозняке. Тогда вы сохраните цветы всегда свежими и будете очень долго наслаждаться ими. С вами была цветочная фея Елена Золотарева. Пока-пока! Позитивное, бодрое, а еще такое разнообразное. Самое время узнать, что же нам приготовили звезды. В эфире Гороскоп. Овны. Обыденность наскучила вам. Вы хотите отправить свою фантазию в полет и исследовать неизведанные территории. Эта энергия принесет пользу вашим творческим проектам. Но будьте осторожны с реальными путешествиями. Тельцы. Творящиеся вокруг хаоса и неудачи в личной жизни заставляют вас нервничать. Но эти переживания нужны, чтобы подготовить почву для позитивных изменений. Будьте терпеливы ко вселенной. Помните, что разрушение необходимый шаг в процессе созидания. Близнецы. Пора перестать думать о том, как вас воспринимают другие. Позвольте себе сделать ошибки и дайте жизни шанс подарить вам необходимые знания. Раки. Если кажется, что ваш род занятий не соответствует вашему истинному я, пора менять его. Отпустите было с любовью. Часто страх неизвестного мешает принять правильное решение. Помните, что вы заслуживаете лучшего. Это поможет вырваться из порочного круга. Львы. Забота о себе может показаться вам нелогичной и эгоистичной, но представители этого астрологического символа на верном пути. Проведите внутреннюю работу, освободитесь от чувства вины, связанной с расстановкой приоритетов. Превращение душевных ран в мудрость всегда было вашим величайшим даром. Девы. Сегодня девы могут оказаться перед трудным выбором. Сказанное «да» одному может означать «нет» другому. Не корите себя за то, что неизбежно. Лучше оглянитесь по сторонам. На горизонте может появиться человек, готовый открыть вам свои чувства. Весы. Вы не можете чувствовать все и всех. Оставьте это ложное чувство контроля. Возможно, вы чувствуете, что люди вокруг не поддерживают вас так, как хотелось бы, но не позволяйте им управлять вами. Скорпионы. Ваше представление об изобилии часто ограничено только деньгами. Но вспомните о дарах свыше, о том, что делают вашу жизнь приятной. Это правда, что вам не хватает денег, особенно в последнее время, но Вселенная комплексирует это. Стрельцы. Вы одержимы идеей того, как все должно быть, и не признаете других вариантов. Да, многие ваши планы откладываются, а намеченные цели ускользают все дальше. Но знаете, что Божественный план безупречен. Не падайте духом. Козероги. Пора оправдать свои ожидания. Вы не сможете сделать все самостоятельно. Ставьте перед собой реальные задачи и учитесь делегировать полномочия. Уважайте то, что говорит ваш внутренний голос и следуйте ему. В конце концов, вы найдете верное решение. Водолеи. У каждого человека есть своя судьба. Вы предпочитаете не верить в это и думаете, что на все в жизни можно повлиять. Отчасти это так, однако есть вещи, которые вам предначертаны. Так если вам суждено быть с определенным человеком, ваше сердце обязательно почувствует это. Рыбы. Оставить то, к чему вы привязаны, редко бывает легко. Однако на данном жизненном этапе вам крайне необходимо расстаться с прошлым, чтобы обрести счастье в будущем. Не бойтесь кардинальных перемен. Очень рады были провести это утро вместе с вами. Встречайте день на позитиве. Удивительное рядом. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.